Судебное разбирательство по делу об убийстве с Алтанатом Укеновой продолжается. Сегодня многие казахстанцы ожидали услышать приговор в отношении Куандыка Бешимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью и истязаниях. Однако пока суд под председательством Айжан Кульбаевой находится только на стадии составления вопросов для присяжных. Открытая часть сегодняшнего процесса была такой короткой, так как эти вопросы формируются в отсутствии присяжных, а следовательно и без СМИ, и без трансляции прямой, к которой уже все привыкли в этой стране. Еще через полтора часа в заседании и вовсе объявили перерыв, теперь уже до понедельника. Ну в общем, что еще происходило сегодня в столичном суде и когда же будет приговор, обо всем об этом мы сейчас поговорим с нашим корреспондентом Андреем Ковалевым. Он сегодня следил за процессом в Астане и уже выходит с нами на связь. Андрей, приветствую, слышите меня? Дориан, добрый вечер, да, хорошо вас слышу. Да, ну у вас там уже светло, я так смотрю, у вас там уже светло. Еще светло. Еще светло, да, но мы начинали освещение процесса по делу Бешимбаева, было темно, а уже светло, я в этом смысле. Время идет, как будто бы уже пора заканчивать с этим процессом. Расскажите, Андрей, что сегодня происходило в суде? Вообще вам удалось зайти в зал заседаний? Да, мы без проблем зашли в зал заседаний. Давайте хронологически немного расскажу. Вот сегодня состоялось, как вы уже ранее сказали, обсуждение и формулирование вопросов для присяжных. Для них это делают адвокаты с обеих сторон, а также гособвинения. Действительно, как уже писали мои коллеги в соцсетях, сегодня был аншлаг. Причем это были как аншлаг из представителей прессы, так и из тех, кто... Из значимых лиц сегодня снова не оказалось адвоката потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой. Практически одновременно появились и зашли в зал брат-салтанат Айдбек Амангельды и мать Бешимбаева Альмира. Из интересного, вот если прошлое заседание длилось около получаса, то сегодня прошло около пары минут, как судья Айжан Кульбаева сначала завела обратно в совещательную комнату самих присяжных. До этого они вышли, поздоровались с нами и буквально сразу же зашли обратно. И уже потом судья Айжан Кульбаева вывела из журналистов. Трансляцию на Ютьюбе также приостановили. Дальше уже без участия присяжных и нас обсуждались вопросы, на которые должны будут отвечать присяжные заседатели, где обе стороны высказывают свои замечания по содержанию и формулировке вопросов. Основой так называемого вопросного листа вообще вот становится обвинение, предъявленное подсудимым. Вообще составление и обсуждение вопросного листа – это такой, знаете, один из самых таких узловых и драматических моментов всего процесса, такая кульминация. И вот спустя, получается, почти полтора часа ожидания по предварительным инсайдам, нам говорили, что, может быть, и до вечера нам придется сидеть, и два часа. Вот мы просидели полтора часа, и далее уже зашел представитель суда, сказал, что вот, дескать, сейчас что-то будет, можете возвращаться на свои места. После этого началось дикое столпотворение, вы даже представить себе не можете. Все вот начали ломиться в эти лифты, бежать, и вот все сорвались с места. И буквально вот на подходе уже нас остановили и попросили подождать. А уже после этого объявили, что, оказывается, на сегодня судья Айжан Кульбаева вела решение взять перерыв. Ну вот так было. Понятно. Ну, в общем, мы, наверное, в понедельник узнаем, как все-таки будут сформулированы вот эти вопросы для присяжных. Правильно я понимаю, Андрей? У вас не слышно. Что-то у нас звук пропадает. Андрей, последняя... Да, можете повторить последнюю фразу? В понедельник мы узнаем, да, как будут сформулированы вопросы. Правильно? Что-то нет... Андрей, что-то... Вот, да-да-да. Что вы сказали? Да, сказали. Даурен, я сказал, что следующее заседание запланировано, как вы и сказали, на понедельник на 9.30 утра. И тогда мы и узнаем, какие именно вопросы будут задавать присяжным. Правильно, да? Все, ладно, двигаемся дальше. Пока у нас есть звук, пока у вас в Астане есть звук, двигаемся дальше. Андрей, ну и важная часть, помимо того, что происходит непосредственно в зале суда, это, понятно, работа корреспондентов, журналистов в коридорах. Вот на этом процессе. Удалось ли сегодня с кем-то в перерыве пообщаться из участников процесса? И что-то интересное сказали, может, адвокаты или другие участники процесса? Да, даурен, удалось пообщаться. Вот после того, что я описывал ранее, все участники процесса начали спешно покидать зал. И одним из первых выходил адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранищев. На него буквально коршунами накинулись и обступили журналисты. И вот он буквально на бегу пытался отвечать на вопросы. Было видно по нему, что он спешит и долго разговаривать с представителями прессы не намерен. А уже следующей жертвой, я думаю, полагаю, сегодня такое слово уместно, меня и моих коллег стал брат погибшей Айбека Мангильды. Вот предлагаю послушать, какие, собственно говоря, комментарии они оба дали нашим коллегам и нам. А период до какого числа? До 13 мая. Сегодня не будет, да, уже? А оглашение приговора 13-го будет, да? Не оглашение приговора, это только по вопросам, которые мы отношались. Вы утверждаете, что был в голове, в Бишембайке, вы поймете? А доказательства есть? Кирилл Трактар. Доказательства все были в худею. Да, доказательств не было. И вообще суд очень слабо на доказательства. Это ваше мнение, мы будем ждать приговор суда и решение. Что сейчас было вне, как бы, в зале заседания, пока нас отключили? Ну, как судья заявил, что было обсуждение вопросов, но то, что там обсуждалось, это не разглашение. А когда нам ждать приговора? 13-го числа что будет действовать? Продолжение. Продолжение формирования вопросов присяжных, правильно? Скажите, пожалуйста, в понедельник же будет оглашение вопросов, да? Продолжение? Насколько я понимаю, да. А потом суд должен удалиться с присяжными встречательными пунктами, да? Да, уже, скорее всего, для решения по поводу. С революционными пунктами? Опять-таки, это какой-то такой основной порядок, но, в принципе, знаете, в рамках суда, вот когда в самом начале заявили о том, что будет не каждый день заседания, мы предполагали, что, скорее всего, это займет максимум 10 заседаний и займет 2 недели. Вы сами видите, что это все длится уже второй месяц, и какие-то прогнозы делать очень сложно. Потому что, ну, действительно, сам случай, суд присяжный, довольно-таки нечасто происходит у нас, публичное освещение таких мероприятий нечасто происходит, поэтому прогнозировать какую-то дату для вынесения приговора сейчас очень сложно. И, в принципе, любого дальнейшего действия. Скажите, если Куандык Бешимба не получит то наказание, на которое вы найдетесь, какой ваш алгоритм действий в дальнейшем? Мы будем это решать после взвесения приговора за местность семьи и с адвокатами. А возможно ли будет подать апелляцию, учитывая то, что это вот суд присяжных? Такой вопрос лучше к адвокатам задавать, но, насколько я знаю, что в Казахстане суд присяжных – это высший суд, и, соответственно, в высшие некуда обращаться. Вот суд делать апелляционные инстанции нет. У Розвахова будет пандемия, обязательно будет. Сейчас у него есть свои вопросы, которые не будем решить. Она с нами с 11-го числа общения каждый день. Да, Андрей, ну вот судя по вот этим кадрам, особенно то, что было вот с Вранчевым, там действительно у вас обстановка сегодня была такая нервная, было много людей, мы видели журналистов, и есть информация, до нас дошла она, что там была какая-то агрессивно настроенная женщина, нервозная какая-то. Уже не первая эта женщина, которая приходит на процесс. Ну, про тех женщин мы уже знаем, про одну из них она уже и свое видео выпустила. А вот эта женщина, которая сегодня была, кто она, что там у вас произошло? Ну вот по поводу посещаемости давайте я добавлю, что, как я и ранее говорил, действительно народу было очень много, яблоку негде упасть. Очевидно, приговор как ожидали, так и ожидают не только, не побоюсь этого слова, миллионы казахстанцев, но и других жителей за пределами страны, скажем так. Вот, все ждут справедливого с их точки зрения приговора. Полагаю, эта тенденция вообще вот наплыва представителей СМИ, она будет только нарастать, нарастать и нарастать дальше. Вот непосредственно до внесения самого приговора. По поводу странной женщины, вот, Даурен, вы сказали, сразу сделаю такой небольшой дисклеймер. Все, что я скажу дальше, это мое субъективное мнение. Вот, пока не можем подтвердить или опровергнуть, но вот есть такие инсайдерские, вот такая инсайдерская информация, скажем так. Вот, ни в пресс-центре, ни в зале заседания, я лично ничего подозрительного, Даурен, не заметил. Только когда Айдбека Амангельды вот буквально взяли в оцепление толпа журналистов и посыпались вопросы, вот тогда, собственно, я услышал, и не только я, как оказалось, услышал какую-то странную женщину, которая действительно выделялась на фоне остальных моих коллег и задавала какие-то провокационные вопросы, и с таким ярким эмоциональным окрасом она это делала, прошел слух, что она вообще не является, собственно говоря, журналисткой, возможно, она какая-то общественница или блогер. То есть, в общем, открытым, пусть и не новым по содержанию, после известных, скажем так, гостей из соседней страны, остается вопрос, как она туда попала. И по акценту было ощущение, что она отсюда, она казахстанка, то есть она не из России, почему-то вот так. И также, как мне показалось, в пресс-центре ее замечено не было. Других подробностей про нее к настоящему времени у меня, к сожалению, узнать не удалось. Вместо этого предлагаю послушать видеофрагмент на эту тему. Господдержка финансовая была у информационного сопровождения судебного процесса? В соцсетях везде идет поддержка. Если не будет пожизненного, значит, все до митинги, какие-то подстрекательские высказывания. Как вы к этому относитесь? Я не знаю. Такие вопросы вам нужно, наверное, государству задать. Была их поддержка или нет? Мне об этом неизвестно. Подстрекательских не было. Какие-то инсуации и ваши вопросы неуместны. Нет, в комментариях, вот, допустим, люди очень многие... Я не отвечаю за комментарии людей, правильно? Все за пожизненно, все за пожизненно. Но надо же ждать этого приговора суда. Это же идет давление на присяжных. То есть что, они должны принимать решения, которые общество диктует в комментариях? Так, что ли? Я не знаю, я таких комментариев не веду. А как вы считаете, много ли блогеров и сами в такой агитации? Как вы можете не кричать, пожалуйста? Спасибо. Какой вопрос? Много ли проплаченных блогеров на заседаниях, которые участвуют? Часто ли вам провокационные вопросы какие-то задают? Ну, я так чувствую, что сегодня первый день такое интересное настроение. Ну, да, Андрей, судя по вопросам, эта дама, да, как-то, может, мало имеет отношения к какой-то редакции, наверное, не имеет отношения или мало имеет отношения к профессии журналиста, хотя, ну, непонятно. Но, в общем, ситуация у вас накаляется, становится горячо, и действительно, может быть, имеет смысл ожидать и какие-то провокации уже. Чем ближе все к развязке, да? Вот теперь про развязку. Последний вопрос. Есть ли какая-то информация, пусть неофициальная, когда будет приговор, когда его ждать? В понедельник, вторник, среда? Дуриан, ну, на следующем заседании суда, которое, как я еще раз повторю, состоится 13 мая в 9.30 утра, состоится дополнительное обсуждение вопросов. То есть сегодня, как я понял, вопросы еще не были все сформулированы. Также непосредственно состоится оглашение этих самых вопросов представителям СМИ. То есть, опять же, как я понял, оно будет. То есть оно не будет закрытым. И наши коллеги, и мы в том числе, узнаем, что же они, собственно, там напридумывали и что они будут задавать. А вот на приговор по делу вообще может влиять не только содержание отдельных вопросов, так и их трактовка в совокупности и даже порядок их расположения в вопросном листе, о котором я уже говорил. Для процессов присяжными характерно значительное количество подсудимых эпизодов в результате объема этих вот самых вопросных листов составляют, то есть, представьте, где-то от двух до нескольких сотен вопросов. То есть где-то для полноценного обсуждения в следующий раз хватит и получас. А если вот где-то вдумчиво бывает прочитать их за три часа, просто нереально. То есть тут сложно делать какой прогноз, насколько затянется конкретно эта часть в следующий раз. Ну, а если уж говорить о том, чтобы в течение этого времени обсудить и прийти к какому-либо общему мнению с учетом последних заседаний, ну, мне, даурен, верится с трудом, честно говоря. Таким образом, на мой взгляд, приговор от 13-го числа ждать, ну, скорее всего, не стоит. Ну, и подчеркну, что именно за судьей последнее слово вердикта не за присяжными, в чем просил откорректировать мои же слова по вариантам вот прошлого стрима приглашенный эксперт. И также я сошлюсь на него, что срок вердикта зависит и от затраченного времени на составление вопросного листа. В общем, ждем приговора. В любом случае, следующая неделя будет уже точной, я думаю, финальной, скажем так. И при этом незабываемо о том, что после оглашения приговора судом первой инстанции, скорее всего, последует подача апелляции со стороны неудовлетворенной страны. Да, вот такой вот каламбур. Да, понятно. Ну, в общем, до 17-го числа, до пятницы на следующей неделе вот ребята там в Астане, я имею в виду журналистов, ваших коллег тоже все сходятся во мнении. Да, я так понимаю, что приговор все-таки будет. До пятницы 17-го. Да, да, я думаю, что следующая неделя будет финальной, окончательной. Понятно. Ну, спасибо, Андрей. Напомню, что команда Айрана с самого начала освещает суд над Бешимбаевым. Будем освещать и дальше. И на следующей неделе снова будем следить за происходящим из зала суда. Спасибо, Андрей. До свидания. Да, будем наблюдать за процессом, вплоть до оглашения приговора. Напомню, кому приговор? Бывшему министру национальной экономики, который убил свою жену. Теперь важнейшая миссия ложится на плечи 10 присяжных, таких же простых казахстанцев, между прочим, как мы с вами. Мы их не видели, не знаем, кто они. По закону так должно быть. Ну и как раз о суде присяжных и о том, сколько времени у них может уйти на принятие решений. И еще несколько моментов мы хотим обсудить прямо сейчас с Вадимом Курамшиным, правозащитником, известным казахстанским руководителем Центра Безбергемос. Вадим, здравствуйте. Слышите нас? Да, здравствуйте, Дори. Да, ну смотрите. Да, Вадим, буду задавать такие четкие вопросы. Надеюсь, что мы с вами попробуем сформулировать так достаточно емко. Скорее всего, в понедельник, ну опять же, по нашим предположениям, присяжные по делу Бешимбаева узнают, на какие вопросы им предстоит ответить. Вот этот вот опросный лист, скорее всего, будет составлен. Хотя это тоже предположение, ну понедельник, вторник. Вот теперь вам вопрос из вашего опыта соприкосновения с присяжными. Как долго они будут обдумывать решения, давать ответы? Понятно, это зависит от количества вопросов, но тем не менее, насколько это может затянуться? Да, Варен, что касается вопросов, мне кажется, вы немножко преувеличиваете сложность их составления и, соответственно, отведенного для этого предстоитета. Вот расскажите нам, расскажите, расскажите. Ну, главных вопросов там будет три. Имело место преступление, то есть убийство, да? Виновен ли в этом подсудимый? Естественно, адвокаты его защиты будут стараться корректировать свою редакцию вопросов. Но в любом случае, дело подано по участке 2 статьи 99, то есть преднамеренного убийства с особой жестокостью. Другой вопрос, очень интересный, сколько займёт времени для ответов присяжных. И тут, Даурен, нам следует оговориться. Правильнее задать вопрос, сколько времени потребуется присяжным для вынесения своего вердикта по непростым делам, за которыми стоит административный ресурс. Дело Куандыка Бишамбаева является именно таковым. Оно непростое. Не потому, что прорезонировало на весь мир, не потому, что мы это наблюдаем сейчас в режиме реального времени, а прежде всего потому, что, на мой взгляд, ресурсы Куандыка Бишамбаева активно задействованы и не работают. И это также подтверждается моими наблюдениями по судьбе его пребывания в СИЗО. То есть он не стесняется эти рычаги задействовать. Соответственно, на мой взгляд, судья Альжан Кульбаева имеет определённые установки. Я думаю, решение этого вопроса сформулировано так, сверху, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Я просто приведу пример на своём горьком опыте. 12 января 2012 года я был назначен руководителем правительственной комиссии против... Так, Вадим. Ровно через 10 суток после этого последовал мой арест с диким обвинением в вымогательстве. 28 августа того же года 2012, после пяти месяцев судебного следствия, я был оправдан вердиктом присяжных. Но этому предшествовало 6 дней, 6 раз, 6 суток оглашение вердикта присяжных откладывалось. Судья просто тупо отказывался его оглашать. При этом свой вердикт, оправдывающий меня... Ну, присяжные всё увидели, они понимали, что нет самого события преступления. Они готовы были объявить уже к вечеру того же дня, как они удалились в совещательную комнату. И каждый день... Даурин, я вас сейчас прошу очень внимательно к моим словам отнестись. Слушаю. Почему? Потому что я... Это не голосовное убеждение. Это всё было изложено в коллективном потом заявлении самих присяжных, залога на имя президента. Окей, это ваш опыт. Да, рассказывайте. Вот, и они откладывали 6 дней, было на них давление. И вы предполагаете, что такое... Так вот, членов семьи присяжных объезжали, находили по месту работы, по месту жительства и заставляли, чтобы они повлияли на своих родственников, кто в составе жюри, чтобы они вынесли обвинительный вердикт. И судья вынес оправдательный вердикт после того, как у присяжных кончилось терпение. И один простой аульный казах, мужчина, уже накинулся чуть ли не с кулаками на председательство судьи, когда он стал открыто угрожать заслуженной учительнице Казахстана, которая отказывалась оглашать обвинительным вердикт. Так, всё понятно. Смотрите, Вадим, Вадим, но это ваш опыт. Это было больше 12 лет назад. Это ваше дело. Теперь вопрос. Вы думаете, что и в деле Бешимбаева, возможно, такая же история, и, возможно, что будут оттягивать оглашение вердикта присяжных именно потому, что Бешимбаевские могут задействовать вот этот свой пресловутый ресурс? Вы к этому ведёте? Да, да, Урен, вы меня абсолютно правильно поняли. Несмотря на то, что, на мой взгляд, председательствующая судья создала идеальные условия на этом процессе, ну, это единственный комплимент моих уст в её адрес, тем не менее, я считаю, что она будет руководствоваться установками, за которыми стоит ресурс семьи Бешимбаевой, и будет подводить присяжных к вынесению решения, к вынесению наказания до 15 лет. То есть я не разделяю прогнозы других юристов на тот счёт. Я вполне допускаю, что судья будет подводить к тому, чтобы дали менее 15 лет. И это не так сложно, как может представиться на первый взгляд. Хорошо, хорошо. А вот как вы прокомментируете другую версию? Вот вы, ваша версия, что до 15 лет будут подводить под это, но есть и другая версия, что дело очень политизированное, и пришла уже установка из большого дома, из главного здания, дать по максимуму, и в любом случае, чтобы этот приговор был справедливым. Вот эта версия, что настолько дело приобрело такой масштаб, что там тоже административная установка, и тоже уже решение готовое, но всё-таки будут руководствоваться масштабом и скандалом. Даурен, проще всего руководствоваться очевидными вещами, как это делают масса других прорицателей так называемых. Но я, опираясь на свой опыт, считаю, что вполне допустимо ожидать того, что судья будет подгонять под наказание менее 15 лет. Для этого надо, чтобы просто проголосовало всего лишь 3 человека, чтобы назначили 15 лет и вышли, надо, чтобы вердикт, с этим согласилось, 8 и более человек. Если учесть, что судья сама имеет право голоса, ей нужно всего склонить на свою сторону 3 человека, и Бешанбаеву будет назначено наказание менее 15 лет. Я считаю, я убеждён, что судье сверху дана установка. Смотрите, данный процесс проходит по принципу, провозглашённым некогда известным французским писателем Морисом Андреоном. Государственное преступление всегда и при любых обстоятельствах должна сохранять видимость законности. Судье — это одна установка, вынести максимально законный вердикт. То есть если против назначения 15 лет проголосуют менее 8 человек, значит вердикт будет законным. Именно под это, я думаю, она и будет... Ну вот с другой, извините, прерву вас, но не согласны вы с другой формулировкой, что судье дана установка, что тоже неправильно, нельзя давать судьям установку, но есть такая версия, что в данном случае судье дана установка, дать тот вердикт, вывести на тот вердикт, который максимально удовлетворит казахстанское общество? Я об этом не думаю. Для меня лично показательна даже сама личность Альжан Кульбаевой. Напомню, именно она выносила обвинительный приговор в отношении того же Нуржана Альтаева, чью партию я в том числе распучивал, моего друга Мохаммеда Абжанова. И ведь она максимально засекретила эти процессы, что как минимум нарушает основополагающие принципы как доступа к правосудию, так и к гласности. И она это сделала абсолютно не стесняясь. Ну понятно. И сейчас... Да, да. И сейчас... Окей, Вадим, давайте перейдем к следующим вопросам. Я просто еще раз озвучу. Вот, да, Вадим Курамшин, человек, который не раз соприкасался с казахстанским правосудием, он бы в нашем опросном листе, вот, можете проголосовать, кстати, зайти, вы бы, наверное, нажали на кнопочку вариант 3, по-моему, у нас третий вариант, меньше 15 лет. Правильно, да? Вы думаете, что будет вот такой вердикт? Я допускаю такую мысль. Допускаете такую мысль. Следующий вопрос. Хотя лишь на мое мнение речь идет исключительно об убийстве с особой жестокостью, и нет никаких малейших оснований, признаков для снискохождения. Только пожизненное. Это мое мнение. Да, ваше мнение пожизненное, но вы делаете прогноз, что, возможно, будут подводить меньше 15, и Бешимбаевские задействуют свой административный ресурс. Ладно, с этим разобрались. И присяжных просто не выпустят в совещательной комнатке, пока не будет достигнуто вот эти 3 голоса менее 15 лет. Так, вот скажите, Вадим, какие там механизмы возможны воздействия на присяжных? По вашим данным, как это бывает? Состав семьи жюри присяжных в легком доступе для соответствующих служб. Те же полицейские, те же комитетчики, они все знают, кто-то из этих присяжных может быть на госслужбе, кто-то учитель, кто-то из них близких родственников, кого-то, возможно, уж деденевым образом отыскали какие-то связи. Понимаете, что, еще раз подчеркну, не надо убеждать всех присяжных. Им достаточно склонить всего лишь 3 человека, плюс само судью. Они возразят, они согласятся с наказанием. И с квалификацией, я думаю, не будет попытки переквалификации. Именно по причинам вами названным, поскольку слишком большой ажиотаж. Постараются пойти по методу наименьшего сопротивления. Да, хотите вот часть вторую, статья 99, убийство с особой жестокостью? Получите. Но присяжные посчитали, есть основания для снисхождения, то есть до 15 лет. Спасибо, Вадим. Смотрите, еще один вопрос, очень важный. С этим разобрались. Другой вопрос, второй, который не могу не задать. Вы находились в местах не столь отдаленных, были заключения, много раз освещали, и мы на этой почве с вами много лет назад и познакомились, о том, как разные казахстанцы, осужденные по разным статьям, пребывают в местах заключения. Формулирую вопрос, как вы думаете, дадут Бешимбаеву 15, 20, 25 лет, какие он условия себе может создать? Насколько вообще возможно создать себе комфортную жизнь? Там за решеткой сейчас, при нынешней вот этой пенитенциарной системе? Да, Орел, спасибо большое. Я эту тему очень часто выношу на обсуждение. Такие люди, как Вандык Бешимбаев, и куда скромнее возможностей, всегда и неизменно проживают в пенитенциарной системе в отдельно взятых местах. Это может быть санаторий, который предназначен для отдыха в трудовом отпуске мужиков, которые работали на промзоне. И согласно трудовому законодательству, они тоже имеют право на отдых. Но ни один мужик там никогда не жил. Там будет проживать экс-аким Павлодарской области, Галамжан Жакьянов, как это было в колониях Пушкнувына. В смысле, это не колония, это не зона, это не барак, а это какой-то, что, санаторий для... Это именно санаторий внутри колонии. То есть внутри периметра построилась, если правильно назвать, это профилакторий. И вот там жил Галамжан Жакьянов. То есть он не был в Маме. А какие там внутри условия, можете нам рассказать? Ну санаторий, что там, душ шархот, что ли? Если это речь идет об Алтенбеке-Сарсенбайне, там свой душ, там свое отдельное помещение для приготовления пищи, там мягкие кровати, там обслуга из так называемых активистов, которые обслуживают эту персону. Если мы говорим, допустим, о судьбе пребывания человека, осужденного по обвинению в тройном убийстве Алтенбеке-Сарсенбаева и двух его помощников, не понял. Да-да-да, вот вы говорили про вот этих спецназовцев, а арестановцев, которые осуждены были по делу об убийстве Алтенбека-Сарсенбаева, его водителя и помощника. Да, вот расскажите, как они сидели. На арестановцев особо не стоит обращать внимание, они уж не так перевалегировано сидят. Как, допустим, сидел Утенбаев? Утенбаев сидел в отдельном здании двухэтажном. А, заказчик по тому делу, да, все, я понял. Заказчик по тому делу. Так вот, отдельное двухэтажное здание, одна половина отведена для проживания актива тех людей, кто таких, как я, простых мужиков, подвергает пыткам, избиениям, вымогательствам. А другая половина была отведена лично под апартаменты Ержана Утенбаева, который, не скрываясь ни от кого, мог подойти к подоконнику, налить своего любимого коньячка Хеннесси, которому могли пожарить шашлыки прямо тут же в локалке. При этом мы, простые мужики, в это время пли в баню и все это видели. Ну, я думаю, достаточно вот этих двух примеров. Вадим, Вадим, извините, я вас прерву, не все знают просто эту терминологию зоновскую. Актив, это значит, те заключенные, которые идут на сотрудничество с руководством колонии, выполняют где-то какие-то их задачи не совсем законные, а где-то могут и быть такой прислугой для таких же заключенных, но более привилегированных типа вот у Симбаева. Правильно я понял? Да, вот этот актив, он выполняет черную работу. Сами администрации, как правило, в соприкосновение черновое не входит. Они не вымогают, они не берут деньги, они не убивают, они не подвергают пыткам. Зачастую это делают сами заключенные. Так, вот с этим разобрались. Смотрите, санаторий внутри зоны, а что там им доступно? Вы говорите коньяк, а вот эти вот слухи, вы как человек тоже, которые были в заключении, можете подтвердить, что и женщины с низкой социальной ответственностью там могут быть? Помните вот этот скандал последний с Боронбаевым, когда ему якобы звучала информация, привозили? Я это подтверждаю. Более того, на моём печальном опыте были такие случаи, когда ко мне приехала моя больная мама на очередное длительное свидание на трое суток. И ей было отказано в предоставлении помещения, потому что в комнате длительных свиданий в столице Казахстана, это происходило на 62-й, прямо в черте города Астаны. Так вот, ей отказали свидание по причине того, что все комнаты были проданы состоятельным заключённым для встречи с проститутками. И мне тогда пришлось пойти на крайние меры, а продавал эти комнаты некий Сергей Потолов, мой земляк из Петропавловска, председатель СПП колонии. И вот он ко мне приходит и говорит буквально следующее, братан, ну ты же сам понимаешь, это бизнес, ну заплати 200 долларов, и зайдёт твоя мама на свидание. Но мне удалось всё-таки избежать 200 долларов. Вадим, ну то есть, извините, да, я просто, ну не так много у нас эфирного времени, и я хочу вот как-то сконцентрированно для зрителя сделать какие-то выводы, тезисы. То есть можно предполагать, что Юля Супер в ближайшее время поедет в командировку в Восточный Казахстан, или в Северо-Казахстанскую область, или в Карагандинскую, да, ну куда определят Бешимбаева? Вполне возможно, что будет мотаться туда. Да, и будет получать свидание с Куандеком Бешимбаевым, она будет, скорее всего, получать где-то на промзоне, где Куандек Бешимбаев развернёт масштабное производство, будет ещё на хорошем счету платить налоги, и в то же самое время там и проживать, и иметь все блага. Всё, понятно. Так, третий вопрос, Вадим, не могу его тоже не задать. Ваши прогнозы по УДО, допустим, дадут 15 лет, или дадут 20 лет, там вот какой механизм, как вот и по его статье он может выйти по условно-досрочному? Или по этой статье невозможно это? Я вот тут не совсем понимаю. Нет, нет, возможно. Но с 17-го года соответствующее законодательство, внесение новации, обязательно учёт потерпевшей стороны. Но и здесь мы повсеместно наблюдаем двойные стандарты. Я вот недалеко месяц назад занимался примирительными процедурами в пользу простого заключённого, который уже 17 лет сидит, и договаривался с дочерью его потерпевших. Ну ему уже который раз отказали в УДО. Но такие люди, как Бишимбаев, они умудряются эту норму обойти. И суд находит к тому основание, что тем не менее, по мнению суда, соискатель на УДО достаточно исправился, и в дальнейшем изоляции от общества не нуждается. А что касается предусмотренных законов сроки, то по делам особо тяжких преступлений ему потребуется две трети. Но здесь опять всё есть уловка. Через одну-вторую он может уже уйти на колонию-поселение без согласования с потерпевшими. Подождите, две трети ему нужно будет отсидеть, и после этого... И вольгот не будет уйти на колонию-поселение, где он вообще будет... Нет, я оговорился, прошу прощения. Для предоставления на УДО ему нужно отбыть две трети. Для предоставления на колонию-поселение — одну-вторую. И вот для перевода на колонию-поселение законодатель даже не предусматривает согласования с потерпевшей стороной. То есть обязательно отказ вовсе не является препятствием для перевода. И в колонии-поселении, как это знают практически все, кто там так или иначе бывал, там фактически ты находишься только формально. Можешь заключить договор контрагента, приезжать на проверки, проживать за территорией. Понятно. Спасибо, Вадим. К сожалению, ограниченным эфирным временем, но вот ваши сведения, инсайты, можно сказать, ваш опыт в этом смысле очень ценны. Я думаю, будем еще не раз общаться в прямом эфире. И надо вот... Раз дело Бешимбаева стало таким скандальным во время судебного процесса, я думаю, пресса не должна, и общество не должны отпускать фигуру Бешимбаева, и после того, как он поедет этапом, как это называется, на зону. Ну, вот так вот. Тоже надо будет за этим наблюдать. Спасибо, Вадим. Все, напомню, это был Вадим Курамшин, руководитель центра Басбергемос, правозащитник, известный казахстанский правозащитник. Ну, давайте оставим пока тему Бешимбаева до понедельника, пойдем дальше, но тоже недалеко уйдем. Все о том же, о бытовом насилии. Скандал в МИДе. Насакена Мамаша, советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, завели уголовное дело. В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что проводится следствие и назначены экспертизы. Остальная информация пока не разглашается. Ну, сейчас объясню, в чем там дело. Напомню, в начале недели, перед праздниками, его супруга Карина Мамаш заявила о многолетнем физическом и сексуальном насилии со стороны вот этого дипломата. Видеообращение, ну, вероятно, записанное там в Объединенных Арабских Эмиратах, опубликовал фонд «Не молчи». Давайте посмотрим вот этот фрагмент. Здравствуйте, меня зовут Карина Мамаш Гусмановна. Мой супруг, советник посла Вовой Республики Казахстан. Вчера меня избил и мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3-го числа. Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает. Я нахожусь в опасности. Мои дети рядом с ним находятся в опасности. Я требую помощи у нашего государства. Помогите мне. Ну, такие дела, скандал такой. Также Карина Мамаш сообщила, что накануне ее обращения муж нанес, как вы уже услышали, побои ее сестре. В ответ на этот крик о помощи, МИД казахстанский в тот же день заявил, что отзывает своего сотрудника обратно в Казахстан. У них вот такая процедура. Пострадавшие и ее детям тоже организовали возвращение на родину. И женщина уже в стране. Сейчас она вместе с детьми и сестрой, которая вот тоже пострадала, находится в кризисном центре Астаны. Правда, как сообщают сотрудники этого кризисного центра, и в Казахстане без волнений для девушки не обошлось. В аэропорту ее встретили не только подруги, но и родственники супруга. Именно поэтому Карине Мамаш пришлось обратиться в кризисный центр. Там ей, как жертве бытового насилия, обещали оказать и психологическую, и юридическую помощь. В общем, ждем развязки и по этой истории будем за ней следить. Ну и еще одна новость у нас из Астаны. Министр энергетики Алмас Адам Садкалиев требует извинений от журналистов. Чиновник считает, что в новостях передергивают его слова о референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане. Что-то мы про это дело вообще уже подзабыли. Ну, давайте напомню. В прошлом году глава Минэнерго заявил, что согласно действующему законодательству при рассмотрении вопроса об АЭС, мнение народа спрашивать не обязательно. И вот сейчас Садкалиев заявил, что имел в виду он совсем не то, его неправильно поняли, он говорил о другом, а слова его вырывают из контекста. Вот такие у него претензии к журналистам. Давайте, чтобы не быть голословными, послушаем, что он сказал нашим коллегам из Азаты Крухэ. В средствах массовой информации периодически делают ссылку, что Садкалиев сказал, что нет необходимости поведения референдума. Я считаю, что вот это вот издание должно принести свои официальные извинения. Потому что я говорил таким образом, в соответствии с законодательством нет необходимости. Но, исходя из того, что было более исполнение народа, исходя из того, что есть прямое поручение главы государства, было принято политическое решение, мы будем заниматься в поведении президента. Поэтому вот эти вот постоянные ссылки, они требуют, я думаю, со стороны и редакции журнала, и собственников журнала соответствующей реакции. То есть я считаю, что они должны мне принести извинения, здесь делают директировщий вопрос. А вы не считаете, что вы должны быть казахстанцами извинением, что они сняли этот вопрос и так не даете конкретного ответа на вопрос? Поэтому журналисты и вынуждены каждый раз задавать вопрос. Здесь есть процедуры, у нас есть прямая фестра общественности. Мы выезжаем в регионы практически на все вопросы в регионах. Мы проводим широкомасштабную разъяснительную кампанию. Мы отвечаем на все текущие вопросы. Ни одного вопроса по ускорению референдума в министерстве не было. Нет общественных объединений, нет общественных объединений. Поэтому мы работаем в соответствии с законодательством. Да, ну отошел на второй план на самом деле вопрос с атомной электростанцией после Бешимбаева и после потопов. Возможно, будем опять об этом говорить. Напомню, президент Тукаев заявил, что по этому поводу нужно провести референдум. Ну а будут ли журналисты извиняться за то, что не полностью процитировали вот этого прекрасного министра Саткалиева? Неизвестно. Будем следить. Ну идем дальше. Дальше про Назарбаевых. Вернее, про Кулебаевых. Тимур Кулебаев, зять Нурсултана Назарбаева, продал один из своих особняков почти за 20 миллиардов тенге. Об этом сообщила газета Financial Times, английское издание, между прочим. Таунхаус находится в одном из самых престижных районов Лондона, недалеко от Гайдпарка и Букингемского дворца. В 2007 году это здание было куплено по цене в полтора раза дешевле, чем удалось за него выручить сейчас. Ну то есть, налицо выгода, удачная сделка. На этой сделке семья Кулебаевых, по подсчетам, заработала около 10 миллионов фунтов стерлингов или 5,5 миллиардов тенге. Впрочем, по мнению Financial Times, таунхаус продали не ради выгоды. Большую часть времени здание пустовало. Это вызывало негативную реакцию со стороны английских общественников, которые требовали справедливого распределения недвижимости. Вот об этом много говорят в Англии, и таких активистов называют еще борцами с бездомностью. И вот в прошлом году Великобритания, извините, обязала иностранные компании, владеющие недвижимостью, раскрывать имена реальных собственников. И хотя дом Кулебаева был оформлен там на какую-то фирму, зарегистрированную на британских Виргинских островах, офшор известный, обнародовать имя хозяина все же пришлось. Тогда стало известно, что семья Кулебаевых владеет несколькими особняками в Лондоне. Таунхаус приобрел бывший директор вот этот таунхаус Deutsche Bank. Сейчас Кулебаевы срочно пытаются продать еще один особняк, ну вернее здание, которое находится по соседству. Вот на него покупателей пока нет. Вот такие новости про деньги, к чему бы ни прикасались Кулебаевы, все превращается в деньги. Субтитры создавал DimaTorzok